Что можно сделать или изменить в процессе назначения дат комиссии и сессии для того, чтобы депутаты в 2022 году могли влиять непосредственно на формирование бюджета и вносить свои предложения и замечания, чтобы они вошли именно в бюджет, а не в корректировку. То есть я понимаю, мы должны проводить сессии, либо комиссии в три дня, которые предусматривают закон, а не через две недели, чтобы нам говорили, извините, время прошло. Борис Иванович, у нас начинает формироваться бюджет еще в июне месяце. До июня месяца вы можете подать сессии предложения, ну получается, в те подразделения, которые занимаются этой работой. Они осметят и предоставят проекту бюджет информацию. Мы подаем свои предложения, цифры, все. Но они потом тоже, мы этот вопрос рассматривали, куда-то пропадают в бездну и нам говорят, либо это нецелесообразно, либо мы это посмотрим. Вот лично у меня бумаг 10 лежит, где написано, ваше предложение будет включено в 2020 год, в 2020 мне пишут в 2021, в 2022 мне пишут в 2025 уже год будет включено. То есть ни одно предложение депутатов, даже элементарно вкрутить лампочку, мы не можем повлиять, чтобы эта лампочка была включена в бюджет и выходим на корректировку, которая также пропадет опять в бездне макулатуры. Поэтому я и сказал, что для того, чтобы мы поработали, для того, чтобы внести изменения и свои предложения по бюджетному процессу в городе Ячинске, чтобы вот таких нюансов не было. Меня тоже там иногда не устраивает, когда пишут там, что бюджет будет включен в 2022 год. Мы сложно объяснять нашим жителям или нашим коллегам по корпусу, почему именно в 2022 год, а не тогда, когда возникает эта ситуация. Поэтому и ваши предложения, ваши замечания, я думаю, мы в любом случае будем встречаться, будем обсуждать, для того, чтобы те процессы, которые в городе проходили, они проходили так, чтобы мы перед жителями могли сказать, что да, это сделано. Поэтому все это в протокол заносится. Я думаю, у нас будет время, чтобы к этому вопросу еще не один раз вернуться.